Добрый день, уважаемые коллеги! Мы сейчас переходим уже к достаточно такой практической части нашего мастер-класса. И немного помечтаем о том, что если у нас все препараты есть, а на чем мы остановимся. Вы знаете, что на сегодняшний день, конечно, таргетная терапия в лечении рака легкого, немелкоклещенного рака легкого, она достаточно плотно вошла в нашу жизнь. И существуют определенные уже стандарты выработанные. Вот перед вами стандарты по практической рекомендации по лекарственному лечению немелкоклещенного рака легкого на 2015 год. В этом году уже будут выйдут на 2016 год. Как видите, все таргетные препараты, они перечислены, они используются как в первой линии, так и во второй линии лечения. И, в общем-то, это уже не мечта, это действительно у нас больные получают эти препараты при необходимости и с неплохими результатами. Эти же препараты, как вы видите, они используются во всем мире, естественно, и достаточно давно. И в качестве могут быть, опять же, повторяю, как и в первой линии лечения, так и в второй линии лечения. Но возникла мысль о проведении вот такого исследования, которое называется LAX-LANGS-7, о сравнении двух препаратов афотениба и гифетениба, что, в общем-то, достаточно, ну, такое смелое исследование, нужно сказать, когда сравниваются два достаточно эффективных препарата. Сразу внесу ясность, что прошла вообще серия исследований по LAX-LANGS под разной нумерацией от 1 до 8. Речь идет о применении таргетного препарата гифетениба по сравнению с химиотерапией, по сравнению, как видите, друг с другом вот это вот исследование, и при различных гистологических формах, при аденокарциномии, и есть исследование при плоскоклеточном раке, о котором мы чуть позже вернемся. Так вот, речь сейчас идет об исследовании LAX-LANGS-7. Рандомизированные исследования, как видите, одна группа пациентов получала афотениб, а другая группа больных получала гифетениб. В тех дозах, которые прописаны на основании уже проведенных клинических исследований и тех уже рекомендаций, которые существуют, это исследование было, как видите, достаточно масштабное. Было задействовано 64 центра в 14 странах мира, и дамбур пациентов был достаточно длительный, около 2 лет. Медианное наблюдение составило более 2 лет. Ну и что вот это исследование показало? Самое главное, вообще самые основные точки, на которые любое клиническое исследование опирается, это что? Это длительность безрецидивного периода и общая выжиманость. Как видите, здесь выигрыш афотениба и гифетениба, если говорить о медиане в месяцах, казалось бы, вот небольшой, практически одинаковый. Но если посмотреть на 2-годичную, на перевыживаемость, то в 2 раза пациенты, которые получают гифетениб, живут без прогрессирования, 2 раза больше пациентов живут без прогрессирования, по сравнению с теми, кто получает гифетениб. И то же самое вот на 1,5 или 27% больных, которые получают афотениб, и 15% больных, которые получают гифетениб, гифетениб, живут без прогрессирования заболевания. И вот относительный риск, вот я хотела обратить внимание, здесь видите, он 0,73. Является ли он правомочным для обсуждения этих клинических результатов? Да, он является правомочным, потому что по рекомендации АСКО относительный риск может считаться правомочным в случае диапазона от 0,76 до 0,8. То есть полученные наши результаты при этом исследовании являются достоверными абсолютно. Если мы посмотрим преимущества в отношении безрецидивной выживаемости во всей популяции, то афотениб, конечно, как видите, вот эта левая сторона, конечно, свидетельствует о том, что при различных факторах более эффективный афотениб, нежели гифетениб. И, как я вот говорила, исследование прошло достаточно уже немало, ЛАКСЛАНГ, различные вот 3, 6, 7, и везде, как они видите, показали достаточно высокую эффективность нового теразинкиназного ингибитора уже второго поколения, к которому относится афотениб. Так, извините. Следует сказать, что увеличение времени без прогрессирования процесса на фоне лечения афотениба работает при различных мутациях. Как вы знаете, наиболее частыми мутациями это является мутация в 19-м экзоне и 858Р. Как видите, эффективность, она достаточно выражена и при мутации одного вида, и при мутации другого вида, при другой вида мутации гена. Если говорить о том, как долго принимали пациенты тот или другой препарат, тоже здесь вышел выигрыш больше в пользу препарата афотениба. Пациенты, как видите, дольше где-то на 2 месяца принимали афотениб по разным причинам, по прогрессированию заболевания, по токсичности, где-то в среднем на 2 месяца по сравнению с гифотенибом. И почему прекращалось лечение? Как видите, какие здесь могут быть причины? Это прогрессирование заболевания. Причины при прогрессировании заболевания, они в процентном отношении одинаковы. Любое нежелательное явление, как видите, тоже в принципе одинаковы. И также все отказы от лечения, то есть частота прекращения лечения в обеих группах была одинакова. Если говорить о частоте нежелательных явлений, то следует сказать, что в группе афотениба нежелательные явления, которые вели к снижению дозы, они были чаще. Они наблюдались в 40% случаев. Но следует сразу отметить, что афотениб удобен в практическом применении, он имеет различные дозировки. Стандартная доза 40 мг, но есть еще 30, 20 и 50. И поэтому в зависимости от редуцирования дозы можно очень легко реагировать на возникающую токсичность. Те нежелательные явления, которые были обусловлены прекращением лечения, как видите, были они одинаковы в обеих группах. То есть все остальные показатели нежелательных явлений и по своему спектру, как мы увидим дальше, они были, в общем-то, похожи. Но если говорить о частоте нежелательных явлений, то в группе афотениба, то есть тиразинкиназного ингибитора второго поколения, чаще наблюдались все-таки диареи. А в группе пациентов, которые получали гифотениб, там чаще отмечалось повышение уровня трансаминаз. Те и другие осложнения, конечно, они могли стать причиной как для прекращения лечения на какой-то период и также для редуцирования доз. Однако хочется сказать, что частота нежелательных явлений, которая наблюдалась, связана была с коррекцией дозы. И в зависимости от того, как мы корректировали своевременно дозу, частота этих явлений при редуцировании дозы снижалась. Причем отмечено, что редуцирование дозы при афотенибе не влияло на дальнейшие результаты лечения, не влияло на эффективность препарата. И общая выживаемость. На сегодняшний день пока нет еще окончательных результатов о влиянии приема афотениба, эффективности фетениба в отношении общей выживаемости. Однако уже прослеживается тенденция удлинения времени общей выживаемости на фоне приема препарата афотениб, то есть, еще раз повторяю, тирозинкиназного ингибитора второго поколения. Если говорить о частоте объективного ответа, здесь, как видите, тоже есть преимущество терапии афотениба перед афотенибом где-то в полтора раза. Таким образом, можем сказать, что, конечно, терапия тирозинкиназным ингибитором второго поколения достаточно эффективна, она удлиняет время без прогрессирования пациентов по сравнению с таким препаратом, как ифотениб, увеличивает частоту ответов и работает при таких мутациях, в общем-то, достаточно известных, как Делеса-119, так и при другой мутации 858Р. И эти результаты, они прослеживаются, я имею в виду эффективность препарата афотениба при различных исследованиях, ЛАКС-ЛАНГ, после предыдущих исследованиях. Профиль безопасности, он достаточно известен, изучен, он одинаков, но частота его разнится между этими двумя препаратами. То есть данное исследование, конечно, подтвердило преимущество использования афотениба по сравнению с гифотенибом у пациентов не мелкоклеточным раком легкого, с наличием мутации ИГФР. Спасибо. И сейчас в конце я бы хотела... Да, можно еще вернуться к этому, да? Хотела. В общем-то, этот вопрос обсуждался по результатам, в конец, будьте добры еще, результаты этого исследования, они обсуждались на экспертном совете в Москве под руководством профессора Тюляндина Сергея Алексеевича, и мы обращали внимание на то, какие есть преимущества этого исследования и какие негативные, можно сказать, стороны. Можно, да? Или мне про самое уже нужно? Ну, первое, конечно... Не видите? Первое, конечно, преимущество в том, что было прямое сравнение. Достаточно смело еще раз я сказала, что исследования, когда сравниваются два достаточно эффективные препараты. И сейчас получен на сегодняшний день, получены предварительные данные о том, что один из препаратов более эффективен, чем другой. Встает вопрос уже за выбором у клинических, у практических докторов. Более высокая эффективность в плане безрецидивной выживаемости у пациентов, причем при частых мутациях. И то, что препарат есть в различных дозах, это, конечно, помогает и варьировать применение препарата, и варьировать при возникновении токсичности. То, что слабые стороны, на что можно обратить внимание, что это исследование все-таки второй В-фазы, что не включены, если в исследование больные с ЭКОК-2, то есть более не с удовлетворительным состоянием, а более с осложненным течением заболеваниям. Нет на сегодняшний день еще данных о продолжительности жизни, то есть влиянии на общую выживаемость. И вызывает вопросы некоторые частоты токсичности, в частности, например, диарея. Но, опять же, это, наверное, скорее всего, можно обратиться к практическим докторам, кто-то назначает препараты. Если пациент у вас находится постоянно под наблюдением и может у вас наблюдаться с достаточной периодичностью, мы можем регулировать токсичность, даже такую токсичность, как диарея. Тем более, если доктор уже осведомлен и больной у возможной токсичности, то, безусловно, можно предотвратить или, во всяком случае, отреагировать на раннее его появление. И вопрос, конечно, к докторам, которые возникали на экспертном совете, и сейчас, может быть, кто-то из зала скажет, что изменит, как вы считаете, что повлияют ли те результаты, которые получены в этом исследовании ЛАКСЛАНГ-7, стандарты подхода к первой линии лечения. Всё-таки он будет как первая линия лечения или как вторая. И что мы будем выбирать? Один препарат или второй препарат? Но если какое-то есть мнение у зала, то мы рады выслушать. А ваше мнение по этому вопросу, Светлана Анатольевна? Знаете, это вообще очень хорошо, когда есть выбор. Я считаю, что так. И один препарат, и второй. Буквально недавно мы с Анной Игоревной, назначая препарат пациентке, которая уезжала куда-то, я не помню, в Южный город, и у неё была мутация ИГФР, мы думали, что же у нас значит пациентке, то ли гифетинеп, то ли афетинеп. Первый вопрос, который возникает, назначая тот ли вид лечения, конечно, обеспечение, насколько мы можем обеспечить пациента. И обеспечение это должно быть, конечно, регулярным, не сиюминутным, а мы должны понимать, что этот препарат будет постоянного человека. Это первое. Второе, конечно, нужно обратить на спектр токсичности и предупредить пациента. И поэтому я считаю, что всегда, в любом случае, это позитивно, когда есть выбор, в любом случае. Тот большой опыт, который уже имеет институт онкологии по лечению больных с гифетинепом, он свидетельствует о том, что, конечно, это эффективные препараты. Афотиниб, он сейчас уже входит достаточно прочно в нашу практику. Он тоже говорит о том, что препарат очень эффективный. Несколько, просто частота, токсичности разная, но это не говорит о том, что это причина для каких-то действий активных, в плане отказа от лечения. Нет, это препарат, достойный для внимания, и он должен быть использован. Да, и вы еще подчеркивали, что для афотиниба есть уникальное свойство, что при редукции снижения дозы эффективность снижается, и дозировки позволяют этому, они представлены. Есть еще вопрос? Микрофон, пожалуйста. Имеется одинаковое количество препаратов, можем обеспечить и первую линию, и вторую линию. Как бы вы все-таки рекомендовали, с чего начинать? Или начинать с которой уже широко используется, и оставить вторую линию в резерве, тем более при первой линии, как нам сказали, может развиться резистентность, или можно назначать первой линии один препарат, а второй другой. Или сразу в первой линии назначать вторую линию. Как вы порекомендуете? Благодарю вас за внимание к нашей сегодняшней конференции. Первое. Если больной имеет мутацию и GFR, даже не обсуждается. В первой линии больной должен получать наиболее эффективное лечение. Это не химиотерапия, а таргетная терапия. Это даже не обсуждается на сегодняшний день. С чего начать, когда есть все? Все равно в любом случае мы индивидуально подходим к каждому пациенту. Если перед нами достаточно крепкий пациент, а достаточно часто бывает женщина, не курящая, как вы знаете, достаточно крепкая, которая адекватно относится к своему лечению, я бы начала, наверное, уже с препарата афотениб. Наверное бы да, потому что, во-первых, нужно накапливать свое личное мнение, достаточно большое, чтобы оно было такое же большое, как и предыдущие препараты. Однозначно. И плюс, все-таки, препарат впервые доказал свое влияние на общую выживаемость. То есть в первую линию, конечно, хорошо, когда больные получают более эффективные лекарства. Это первое. И второе. Если передо мной пожилой человек, у которого имеет сопутствующие патологии, ЭКОК-2, вот здесь не привели больных ЭКОК-2, а таких больных ведь немало, наверное, бы из какой-то патологии. Может быть, я тогда бы вернулась к препарату ИРСа, который не имеет осложнений наиболее часто, как диарея. Потому что это, конечно, может осложнить жизнь. С другой стороны, тоже человек, если работающий, у нас больные работают достаточно многие. Тоже нужно, наверное, предупредить о возможных осложнений, чтобы он был готов. То есть это все-таки выбор врача, и нужно обязательно иметь контакт с пациентом. Но всегда за то, что в первую линию пациент должен получать наиболее эффективные препараты, потому что мы не знаем, что будет дальше. И будет ли у него возможность получать потом другие лекарства. Не потому что я рекламирую лекарства, а потому что каждый раз об этом думаешь. Как быть? Если я правильно понимаю, идет вопрос о монорежиме, да? Да, это монорежим. Ясно. Спасибо большое. Светлана Анатольевна, немножко забегая вперед, но это может быть даже часть, последующий доклад, что при сравнении двух таргетных и GFR-направленных препаратов, при достаточной эффективности, все-таки, несмотря на перечисленные побочные эффекты, качества жизни пациенты, которые получали афотинипом, было несколько выше. Да, я не стала касаться этого вопроса качества жизни, потому что это будет очередной еще доклад. Но в любом случае нужно подчеркнуть, что, конечно, таргетные препараты, при том спектре токсичности, которые имеют, качество жизни у этих пациентов намного выше, чем если они получают химиотерапию и какие-то другие препараты. Однозначно, больные живут достаточно с высоким качеством жизни. И повторяю еще раз, наверное, банально это звучит, любой препарат, который назначается доктором, и доктор должен понимать, что он назначает, какова токсичность будет, и больной должен предупрежден о возможной токсичности. Тогда все получится. И вовремя реагировать, естественно. А качество жизни, конечно, высокое у пациентов, которые получают таргетную терапию.